небольшое отступление ребят хочу показать насколько у меня на макете труба кривая вот и у вас на кровле может быть тоже самое кстати смотрите значит если смотреть сверху можете обратить внимание что относительно конька у нас труба повернута упала в ту сторону здесь эта сторона у нас прямая вот а эта сторона идет немножко криво сантиметр на полтора я вот линии нарисовал так уходит линия то есть труба как будто надо ее вот сюда и подвинуть но двигать ничего не будем и так есть такой на крыше тоже бывает это будем делать так что смотрим дальше итак ребята вы видели что труба уменьшить касаяся ну такое бывает и крышах бывает такое вот поэтому мы что делаем залази лампочка немножко мерцает с этими я ничего поделать не могу уж извините наш элемент подожди и отрисовываем как у нас идет нас получается страны это полтора сантиметра от трубы отходит и рисуем с этой стороны убираю наш элемент пока задней и несем сюда в ней обне придется вам показывать опять весь я рисую здесь отмеряю вот потому что камеру камеру носить туда-сюда столько времени занимает выставить так так а времени мало поэтому прямо на месте замеряю показываю показываю расчерчиваю и потом гнём так и вот когда мы нарисовали линию я показал что она у нас вытяжка я не прямая у нас от линии прямой здесь отступает нас полтора сантиметра вот и тому еще идет наклон вытяжки вот так вот труба я сама труба не ровно такое бывает на кровлях еще раз повторяю вот поэтому как размерять смотрим представляем линейку то есть у нас если мы здесь 18 поднимали вот здесь вот так куда то здесь у нас мы смотрим вот так вот я надеюсь видно 17 вот отмеряем 17 ставим метку отмеряем 17 ставим метку то есть и рисуем линию который у нас пойдет далее у нас отворот сюда идет тоже 17 сантиметров отмеряем 17 сантиметров ставим метку вот естественно вы должны все размеры брать до линии подгибки ну то есть подводки за корнице за желоб или за что-то еще мне здесь бессмысленно говорить какие здесь размеры потому что у вас совсем другие будут они что делаем дальше я уже показывал как можно с помощью металла снять углы то есть подставляете отрисовывать отрезаете вот что у нас здесь получается мы ставим угломер вот это на эту линию где у нас уходит да и ставим на трубе метку угол где у нас 17 сантиметров да и 15 вот что мы делаем первая линия мы замеряем угол мы замеряем угол ставим где у нас тут эта линия мы нарисовали где идет перекрестие ставим угломер и выставляем где у нас идет метка 170 миллиметров поставили и вот у нас получается эта линия вот она идет да к этой линии и вот эту метку мы поставили ставим туда выставили вот у меня вот здесь метка находится вот она линия идет рисую наш угол нарисовали дальше если бы мы взяли бы бисектрису вот этого угла сейчас да то у нас получается и у нас допустим был бы 90 градусов и мы согнули бы ковшовый конверт то у нас бы здесь он стал бы прямо и здесь была бы какая-то щель вот между трубой и металлом поэтому мы должны взять от этой линии и линия которая идет когда мы положили да задний задник посмотри как линия идет какая-то задняя элемент вот вот это линии слабит надо выставляем скрещаем чтобы все точно было и вот у нас эта линия идет ставим ее сюда вот у нас метка вот у нас линия рисуем ее делаем продолжение до конца и связи с тем что у нас здесь надо металл прислонить сюда к трубе поближе мы ставим вот на эту линию малку ставим на это перекрестие угломер и доводим малку до этой метки вот вот так вот и вот из этой линии мы к этой линии прикладываем и рисуем нарисовали вот и теперь вот этот угол делим пополам рисуем бисектрису точки соединяем точки соединяем точки соединяем чтобы салон снимать вот у нас линия берем от нее 35 миллиметров здесь берем можно 30 может 35 хотя возьму 30 и здесь 30 подай пожалуйста или округа берем наш шаблон у нас касается линии берем толщину крандаша крандаш у меня толстый и рисуем наш радиус вот дай пожалуйста ножницы вот это наш вырезаем радиус у меня 120 вот так сделали и соответственно у нас еще здесь 35 миллиметров будет на малый палец рисовать все и с той стороны мы делаем то же самое вот разрисовываем и идем готовить этот элемент то есть гнуть значит вот наш элемент вот сейчас мне надо сделать здесь малый фальц вот можно это сделать на гибочнике вот я сделаю бендером малый фальц и закатываю не до конца потому что в этом месте мне все равно надо разгибать вот дальше мы в любом случае разворачиваем это место желательно сантиметров от линии гиба царап от линии гиба до разворота ну сантиметров 15 развернуть чтобы металл меньше металл меньше это напряжение давал отогнули все теперь нам надо прогнуть бисектрису и прогнуть эту линию будем делать раупэком прогнули теперь эту линию я переведу на эту сторону чтобы не видно было вот вот она это линия угла тоже прогибаем линию далее я буду делать это все на гибочном станке продолжение единственное вот здесь вот мне надо чуть-чуть полюбить уголочек подсовываю малый фальц чуть подогнуть карман защитный все это можно делать либо бендером загибать либо хапами если поднимаем нагибочники мы сворачив помогаем 90 градусов и малый тоже все доворачиваем наш конверт и нам надо еще сделать ослабление от края фальца малого отступаем где-то два с половиной сантиметра и срезаем на угол с немножечко продолжением сюда делаем ослабление все и я надеюсь видно трубу сейчас пойду оставлю и отрисую здесь радиус наши радиус вот вот я отрисовал наш радиус прибавляю к этому радиусу грубо сантиметр потом если что я на месте это все подровняю мысик тоже будет на месте сделать формировать единственные он тоже запасы просто обрежу и все вот наша деталь готовая сейчас я буду делать то же самое с другой стороны вот и потом уже когда поставим их покажу дальнейшие действия какие надо делать мы подготовили наши детали то есть эту деталь вы видели готовил ставим ее на место вторая аналогичная деталь такая же также замерялась и так же делалась ставим и ставим верхний верхний ставим верхнюю ставим верхнюю осталось зафиксировать вот и начать фальцевать все пальцы мы пальцуем если у нас уклон маленький то мы предварительно наклеиваем на пальцы либо псу либо фальц гель и начинаем фиксировать наши детали вот для фальцовки и фальцевать все смотрим дальше